приветствую всех своих подписчиков ну все продолжаю я тут строить новую индукционную печку из сварочного инвертора дорабатываю как бы третий вариант там все на канале у меня есть я подробно выкладываю вот в прошлом видео я занимался корпусом все сегодня я с корпусом все закончил в принципе вот я его соорудил вот ссылочка на то видео где я с корпусом занимался и все там показывал подробно чего я сделал что переделал а сегодня буду заниматься уже электронной части вот этой и тоже все подробно буду показывать и рассказывать что и как я буду делать но поскольку я еще не знаю в конечном итоге что у меня тут получится вот но отталкиваясь от того что вот я до этого делал которые индукционные печки принципе они все работают но я думаю что да должно все работать вот ну в крайнем случае потом чего-то под настрою под изменю но строю сразу снимаю и делаю сам не знаю еще что получится в итоге но да так предполагаю что должно все работать нормально ну что ребят продолжаем сегодня я как раз вот и займусь электронной частью но и может быть в корпус запихну если успею все это дело сделать но чтоб не затягивать видео что длинное не было тоже это будет какой-то частью но если будет получаться длинно то тогда я еще одну часть сделаю вот там уже конечную там по настройкам по тесту вот такую наверно вот а потом я просто из этих всех своих вот видео сложу коротенькое прямо вот что я делал видео и таким одним файликом тоже сделаю ну вроде как так ну чтоб это не меньше задавали вопросов может не успеваю нет времени подробно на все отвечать потом вот поэтому вот решил сделать так ну поехали надо работать сейчас смотаю пару витков с первички на так прикинул что чтобы на один виток как бы вот так трансформатор будет у меня сидеть вот здесь чтобы на это вот это вот получается вот эта трубка продета как бы один виток чтобы было вольт 15 нужно пару витков смотать но и с другой стороны получается что мне все равно поскольку это будет немного смещено от корпуса вот трансформатор будет очень сбоку ну и не дотянется он вот этого вот этой клейма вот этой в любом случае придется мне смотать пару витков но я думаю что будет все нормально этим я сейчас и займусь ну вот одного витка хватило получится тут теперь первичка не 21 виток а 20 витков вот значит на одном витке но где-то грубо вольт 15 должно быть я думаю что этого будет достаточно чтобы контур скачать но и как раз по длине тоже получается вот это достает до этой клеймы достает вот этот конец тоже туда достанет сейчас вот про изолирую тут и термоусадочку посажу вот либо термоскотчем обмотаю ну чтоб нигде не коротнуть пока тянуть там потом будет тянуться но и я думаю что будет будет нормально да этот вот этот тут достает провод но все все продолжаю первичка 20 витков сейчас я начинаю начинаю разбирать вот этот блочок и тут быстренько все запаяю здесь благо все недолго все разверну на две платы выкину диоды они здесь не нужны ну и все и подпаяю здесь еще провода чтоб подключить дополнительные дополнительные электролиты ну и принципе да и все вроде тут спереди а ну вот и регулятор частоты сюда поставить переменный резистор запаять но покажу еще раз я уже столько раз это показывал своих видео вот так что кому интересно но все какие-то изменения дополнения вот здесь вот сверху вот ссылка до появилась там плейлист я туда все выкладываю все подробно максимально подробно потому что мне на вопросы особо некогда отвечать там все у меня можно посмотреть и на какие-то свои вопросы вы я надеюсь на найдете ответы все продолжаю по периметру вот четыре винта я тут раскрутил тут четыре болта платка пополам разбирается это получается плата управления вся и плюс диоды силовые но вот это транзисторы четыре штуки 40 м 60 здесь стоят 40 амперная электролиты по питанию ну и все и мостик тоже по питанию 220 вольт эти провода 220 тоже как раз хорошо сюда токовый трансформатор атомпер метра цифрового встанет на него не надо ничего разрезать и все будет нормально стоять но все продолжаем начну сейчас уберу диоды вот эти все сейчас 6 полчиков откручу радиатора снимется и как раз разогреется у меня тут мощные паяльники я просто выпаю все отсюда диоды и все болтики выкрутил радиатор снимаю но на пасте сидел нормально термопаста такая она серая но с графитом похоже но более-менее нормально откладываем это тоже в сторонку и теперь сейчас вот эти 6 диодов я отсюда выпаиваю они просто мне не нужны чтоб и не мешались впоследствии но и помощней паяльничек и нормально вот выпаиваются эти диоды них уже собралось много в принципе где-то где-то можно использовать они на 300 вам на 300 вольт на 300 вольт до довольно мощная в принципе можно виду потом будет использовать все диоды выпаял все тут место как раз у меня суда дополнительные конденсаторы вот три штуки сюда легко встают и в принципе вот они не мешаются и эта плата там встанет делала будет нормально ну сейчас еще раз объясню быстренько как я делаю изменение частоты я ну во всех своих видео всем на канале можно найти там тысячу раз я показывал как я и что я изменяю вот здесь есть микросхема вот она вот это 3846 вот у нее есть девятая нога вот эта нога вот и вот этот резистор частотозадающий в данном вот на данной плате он маркировка 392 это значит 39 килоома вот вот параллельно этому резистору я как раз буду впаивать вот если считать что вот это этот резистор но это как бы тут 36 39 это большой роли не не влияет на там ночью частота будет меняться не ну я делаю чтобы у меня было изменение от 40 и до 75 вот в таких пределах неудобно подстраивать все вот вот такую цепочку я впаиваю параллельно этому резистору которые на плате полтора килоома обычное сопротивление и переменная 100 килоом ну я показывал прошлом видео я уже к платье его прикрутил но вот такого типа это а а 100 килоом с буковкой а в начале и получается что при регулировке частоты когда от высокой частоты идешь к низкой до сначала быстро меняется частота под конец плавненько получается можно точно настроить и резонансный контур я обычно но и делаю где-то 45 50 кило герц и у меня как раз получается где-то концу шкалы там уже более точная настройка в принципе работает почему параллельно они вместо него я ставлю цепочку потому что в случае если там засориться он или начнет скрипеть или что-то отвалится не повиснет девятая нога в воздухе таком варианте а просто соскочит на свою родную частоту 33 килогерца ничего не произойдет а вот а если сделать вот так вот ну заменить цепочку тот резистор но вот который там на плате стоит на резистор который на такую цепочку да то получится что если здесь что-то какой-то обрыв это нога в воздухе и все там сбой шима и может привести к поломке ну транзистор может вылететь там при сбое а в таком варианте более надежно и тем более вот эти все переменные резисторы они со временем начинают скрипеть там какие-то вот ну туда-сюда его конечно качество конечно так себе вот поэтому такое подключение надежно но сейчас я подпаяю вот сюда вот параллельно этому резистору вот этому пару проводков но и все и потом уже когда буду собирать уже припаяюсь к тому что у меня там закреплен резистор на корпусе ну и все это вообще ну вот запаял вот пару проводков припаял они вот к этому резистору что на 9 ногу идут но и все с этим так с этой с этой частью пока все теперь переходим вот на эту часть сейчас здесь я сейчас ну такими проводами помощнее выведу минус и плюс от этих конденсаторов чтобы добавить потом конденсаторы еще дополнительно электролитические сейчас припаяю сюда пару выводов помощнее ну и все так ну все запаял я тут шинки вывел плюс и минус вот так вот это плюсовая сюда сразу отдел термоусадочку но чтобы пометить что это плюсовая минусовая просто когда две платы свернешь там уже не видно какой провод и можно будет перепутать когда буду подпаивать дополнительные конденсаторы это вот как раз я сделал для дополнительных конденсаторов вывел чтобы потом сюда больше в плату не лазить ну и в принципе все с этой платой все тут больше ничего не надо вот только вот это вывести вот вот с этой платой тоже пока все вот два проводочка припаял к резистору все и выпаял диоды они не нужны но и все под буду собирать все вся вся доработка можно сказать но если что-то какие-то нюансы всплывут по ходу я вам расскажу покажу но все сворачиваю платки платку свернул все закрепил компактненько получается но вот этот проводок который я припаял к резистору вот здесь вот сейчас я закреплю стяжкой чтобы случайно не вырвать его бывает что как при настройках тут что-то шевелишь куда-то передвигаешь можно просто тут его легко оторвать вот это двигая поэтому тут сразу желательно это все дело закрепить что больше это не возвращаться к этому все собираю платку на место но встает свои в штатные места нормально все все вошло вроде получается даже не надо туда сдвигать дальше думал подвинуть чуть чуть назад ближе к вентилятору но все помещается нормально так вот получается болтиками здесь вот приворачивая ее и все сейчас этот резистор подключу который я буду регулировать частоту наверное надо будет открутить удобнее будет припаивать я закручу еще раз на этом месте остановлюсь покажу куда что я припаиваю так одну сторону резистора припаял вот так получается сейчас вот полтора килоома тут нашел вроде у себя резистор постоянной ну смотрите вот эти вот две ножки чем тут показать вот эти две ножки я соединил между собой вот они крайние вот эти с этой стороны это свободно потому что мне нужно чтобы регулировалась от высокой частоты к низкой при повороте по часовой стрелке вот сюда если поворачивать соответственно сопротивление должно увеличиваться при повороте по часовой стрелке тогда будет от высокой частоты и к низкой частоте подстраиваться и вот сюда вот к этой вот ножки я сейчас припаяю полтора килоома но это ограничение получается по высокой частоте но чтоб не закоротить вообще то которое на плате стоит как как бы ограничение но все сейчас вот припаяю покажу хорошо когда-то закупил вот такие наборчики много вот разных резисторов постоянных очень полезно бывает а то вот такой нюанс приходится вот все время тогда было искать где бы вот выпаять там нужный резистор а так проблем нет уже на третий год пользуюсь но он еще и куча очень удобно так ну все по его сейчас вот нашел полтора килоома такой ну такой обычный резистор без всяких там вот ну вот смотрите что у меня получилось вот так вот вот это полтора килоома резистор это 100 килоом вот эти две ножки соединены вместе ну вот как как по схемке я вот показывал схемку вот все так вот я и запаивал вот сейчас чтобы тоннят не отвалился этот резистор я его в термоусадочку так аккуратненько туда и все и можно будет уже ставить на место но все ставлю на место но тут еще раз скажу я обернул скотчем термоскотчем потому что сейчас покажу вот другой тут резистор у меня валялся почему это у него там щель большая вот здесь такая чтобы туда пыль не летела я чисто замотал термоскотчем чтобы туда не попадала лишняя грязь но только с этих соображений что такие резисторы конечно не такие дерьмовенькие качество у них так себе но в принципе вот сколько работает у меня но всяко год а то и больше вполне такой резистор выдерживает но с аккуратно и тут вот где в мастерской чисто особо там пыли никакого металлическая особенно вот металлической пыли нет то нормально он еще работает все вот резистор установил все на панельку его все нормально надеюсь будет нормально работать но не знаю что получится что тут у меня еще осталось сделать значит осталось сделать подключить вот эти электролитические конденсаторы три штучки сейчас я их тоже так запаяю все вместе и вот сюда они у меня встанут и вот этими шинками вот этими проводами толстыми они припаяются это по 470 микрофарад они и будет достаточно я думаю что трех штук параллель вот к этим которые родные стоят тут 6 штук по 150 микрофарад фактически получается всего 900 микрофарад это мало надо хотя бы чтоб 1000 микрофарад на 1 киловатт мощности тогда будет ну самое то так ну значит будут конденсаторы вставлять я здесь вот такие текстолитовые тоненькие прокладочки прокладываю сюда вот где были выпаяны диоды просто здесь контакты чтобы но случайно на корпус как-то вот не протерлось хоть он изолированный конденсатор вот но чтобы вот сюда он корпусом своим металлическим не коснулся если вдруг протрется изоляция здесь контакт это вот этих где диоды были впаяны остались я просто прикрою эти места текстолитовыми изоляторами такими все конденсаторы впаял вот так получилось параллельно тем родным которые стоят сейчас сюда на двухсторонний скотч я это дело приклею тут вот изолятор тоже подклеил на всякий случай чтобы здесь ничего не коротнуло это все сейчас сюда закрепится и все и будет замечательно но все процесс идет все с конденсаторами все паял на всякий случай еще произолировал эти контакты но мало ли если они вдруг отвалятся там или чего вот так вроде крепко держатся на двухсторонний скотч я их приклеил вроде все нормально сейчас подключаю амперметр но с амперметром все просто вот это колечко через провод который идет 220 сюда 2 туда же ну как амперметр ну понятно как он подключается тут вопрос нет если показывать не будет вот экранчик то просто вот это токовый трансформатор перевернуть обратной стороной вот бывает вот это влияет ну и плюс плюс у него сюда вот сюда надо 220 подключить отсюда но это прямо напрямую от от выключателя я сюда перекину проводки отсюда и вот сюда колечко одену на один из этих проводов но все ну все просто я думаю с электрикой это тут вообще все понятно как амперметр подключить я думаю знает каждый подключаем амперметр но смотрите вот колечко отдел токовый трансформатор соответственно это на любую из этих клейм выключателя садится так а это на другую вот это токовый трансформатор и подключила эти вот проводки это вот 220 которые пойдут чтобы запитать амперметр вот сюда вот на эту колодочку вот сюда они меня прикрутятся вот сюда один и сюда 2 как-то так получается вот так получилось все тут стяжечками соединил колечко тот все амперметр подключил с этим тоже все конденсаторы поставил шины потом я подключу в последний момент вот сюда на выводы выведут тут у меня как бы это не существенно получается пока сейчас мне нужно определиться с резонансным контуром как-то его протестить хватит ли напруги чтобы его раскачать этот контур мой окно сейчас придумаю что-то как-то надо так подключить что потом можно было в крайнем случае разобрать и опять собрать возможно придется придется как-то собирать по-другому еще но не знаю так эти туда концы пойдут но пока вроде все нормально все сейчас наверное поставлю сразу на место вот этот блок конденсаторов сюда сразу одну откручу стоечку и вставлю его сюда и повешу трансформатор сразу и сразу буду тестить уже непосредственно на месте хотел сначала на своем протестировать трансформатор но думаю смысла и потому что это точно такая же штука как и на моем поэтому смысла не сразу сюда поставлю заодно протестируя как регулируется частота все продолжаем все ставлю сейчас конденсаторы и трансформатор на место сюда вот ну смотрите все впихнул все впихнулось очень хорошо сюда вот видите так на конденсатор и трансформатор тут эту трубку тоже термоскотчем чуть-чуть произолировал но на всякий случай а потом сюда между трансформатором этой трубкой ставлю вставлю тоненький текстолитовую ну изолятор но на всякий случай концы трансформатора я пока не подключаю на выводы это я одел сейчас вот прикручу первичку вот контакт и вот контакт на место все прикручу еще раз проверю что нигде тут не накосячил ли и можно будет тестово запустить посмотреть как частота меняется а потом попробовать индуктор подключить и посмотреть под нагрузкой как потянет и потянет в такой конфигурации я просто сам не знаю еще ну вот а сзади получается вот такая такая вещь вентилятор как раз продувает а тут воду подключать и в принципе довольно компактно получилось так что будет будет наверно нормально сейчас я гляну свои крышки крышки свои вот так прикроется сверху тот чем-нибудь но найду чем я тут закрыть еще и вот такая конструкция конструкция будет сюда будет подключаться индуктор регулятор частоты ограничитель тока я пока оставил но вероятность что я потом его на постоянной заменю ну как я во всех своих печках делал на постоянной просто на максимальной скважности лучше когда все это дело работает меньше греются транзисторы мощность регулировать чистотой но вот и напряжением но не знаю как согласуется этот трансформатор сейчас посмотрим ну вроде как с основной частью все осталось шины сюда прикрутить и вывести на обмотку вторички ну пока я заизолировал эти обмотки но чтобы не короткнуть ничего вот что я еще тут сделал а ну все первичку вот закрепил все сейчас надо где-то тут у меня кабель сейчас подсоединю кабель сетевой еще раз проверю тут визуально так все ну и запущу посмотрю как частота регулируется а потом попробую под нагрузкой индуктор временно сюда подключу тот который я показывал просто пока суда капитально не креплю вот потому что если вот этим но я через фитинги вот такие обжимные просто если я его здесь обожму то мне уже будет не вынуть трансформатор чтобы смотать может еще там виток надо будет отмотать от первички поэтому пока пока тут ничего не намертво не фиксирую вот потому что сам не знаю первый раз я такой такой вариант делаю просто все что было у меня там немножко по было сделано то что самый первый вот я показывал себя на канале там год четыре назад я делал там я не трубу пропускала наматывал лицентрат два витка а здесь у меня получается что фактически проходит труба и всего один виток вот не знаю как раскачает не раскачает контур ну посмотрим ну и плюс еще будет напряжение здесь переменка для каких-то устройств можно будет какие-то внешние блоки подключать я думаю что будет довольно универсальная такая штучка ну и во всяком случае отделено от электроники и конденсаторы подальше стоят и трансформатор подальше стоит чтоб наводок таких больших не было вот что тут еще можно но там вот плата шим да ну возможно здесь можно будет поставить небольшой алюминиевую такую вот ну как экранчик вот чтобы от конденсаторов здесь туда ничего не шло но это я посмотрю там если будут наводки какие-то то тогда это сделаю а пока пока ну пока вроде все вентилятор подключил это подключил тут прикрутил конденсаторы припаял но вроде как и все сейчас найду кабель куда его положил не помню подключу и будем включать так друзья вот нашел нашел кабель так тесноватенько в мастерской поэтому все можно его разматывать и ставить ставить на место так лучше поставить так наверно лучше будет касаться радиатора иначе по-другому касается радиатора ну и все и к выключателю один сверху другой снизу тут без разницы какой куда подключать как удобнее туда подпихнуться так чтобы она хорошо сели там эти дышалось хорошо что-то свободно ходит надо поджать чуть-чуть но все сетевой подключил осциллограф подключил щуп повесил вот на эту трубу которая проходит через трансформатор но на один виток заодно посмотрю амплитуду какая ну и соответственно частоту тоже проверю ну вроде вроде как бы и все значит все подключил а вот забыл сказать вам диоды то я выпаял да соответственно там стоит оптрон сейчас покажу еще раз отсоединяю чтобы а то потом забуду сказать поближе сейчас камеру пододвину так наверно видно да смотрите вот здесь вот стоит оптрон вот он он здесь он замеряет ну в сварочнике когда сварочник непосредственно он замеряет выходное напряжение соответственно если там напряжение нет либо меньше определенного то он не даст поднять мощность больше одного ампера никак он там скважность минимальная и все и никак не поднимется поэтому чтоб без диодов это все заработало вот этот оптрон ну все знают как оптрон устроен с одной стороны светодиод а с другой транзистор соответственно как появляется напряжение на светодиоде загорается он там внутри и открывается транзистор и в данном случае транзистор на массу закорачивается ну как как бы коллектор-эмиттер соответственно за ним есть такая не знаю видно не видно вот здесь разъемчик такой два штекера торчат вот в принципе на него можно что-то одеть и замкнуть либо просто запаять его ну если его нет просто в некоторых у меня не было его не впаянный был просто эмиттер-коллектор у оптрона закоротить тогда все будет работать нормально и включится на полную мощность но я так делаю во всяком случае может кто-то как-то по по-другому может решить это эту проблему это напряжение 234 вольта в сети 31 ватт это и 30 0 34 сотых ампера потребления холостого хода это вот этой от этого инвертора сейчас я посмотрим сейчас что у нас по 79 если вольта ампера перемножить и косинус фи 0 4 ну вот так что все амперметр работает подключили правильно но видите но симпатично и он очень быстро работает вот этот ток переключается без задержки поэтому тоже настраивать частоту и мощность будет очень удобно вот видите кручу частоту уменьшаю и ток увеличивается сейчас я покажу что там у меня на этой трубке и посмотрим какая амплитуда у меня на вот этой трубке на самой здесь это у меня сблизи покажу все вот так принципе вот там место еще есть вот с той стороны можно еще емкости добавить электролитов ну пока все вот трансформатор вот так стоит да и вот на этой трубке сидит щуп но смотрите вот то что на целого графе у меня частоту вот это максимально высокая частота вот это максимально низкая вот получается на низкой частоте вот он начинает плавно подкручивается а сначала вот чуть-чуть поворачиваешь он этот резистор регулирует так вот но быстро поэтому где-то вот после второй половины как раз я чистоту и контуры настраиваю ну чтобы можно было плавненько вот так вот все это дело отрегулировать а по по амплитуде сейчас скажу если клетка у меня 10 вольт ну да как я и прикидывал без нагрузки получается 15 15 вольт на этой на этой трубке ну посмотрим что но можно уже это подключать индуктор и чуть-чуть на на мощности попробовать посмотреть что получится но уже радует что все все работает не зря я тут ковырялся все все аккуратно вроде все аккуратно посмотрите поставил одну крышечку но посмотреть как как дует но очень прилично здесь продувает так что этим вентилятором будет и трансформатор обдуваться и конденсаторы еще чуть-чуть обдуваться и соответственно будет если будет какой-то конденсат он будет сгоняться в эту сторону туда не полетит ничего а эта сторона тоже с решеточкой вот так вот станет и через эту решеточку будет выдуваться как раз по диагонали тоже получится через транзисторы и сюда вот по диагонали будет все охлаждаться должно работать нормально ладно продолжаем так друзья но поскольку с медью плохо у меня пока ничего специально для него мотать не буду но потом может быть и намотаю специально уже под него индуктор тоже новенькие чистенькие но чтобы было все это дело пока вот этот свой старый на котором я показывал как разогревал все он у меня такой поле менее универсальный я в нем и плавлю он уже такой ветеранский но у него не сделано он подключался просто болтами воду вот отсюда подавал не шло через конденсаторы поэтому сейчас я пока воду не буду включать то что ненадолго буду включать чисто посмотреть какую нагрузку он может дать и решить нужно что-то с трансформатором еще делать или не нужно но вот этими выводами я как-нибудь попробую его подключить к этим трубкам сейчас подогну и туда просто засуну какой-то контакт будет я надеюсь но и посмотрим как это все будет греться ну смотрите вот так вот подключил туда засунул ну так они чуть-чуть на изгиб и вроде контакт здесь есть с этим делом тут на высокой частоте там все пока не хочу сюда обжимные ставить потому что иначе будет мне не разобрать трансформатор не снять если вдруг придется что-то там перематывать какие-то другие намоточные данные по пока так вот с этим сейчас определюсь посмотрю что он сможет выдать и вот чтобы решить что делать с трансформатором иначе пока непонятно я такую конструкцию сам первый раз делаю вот решил все таки попробовать сначала на железном тигле поставить железный тигель но это максимальная нагрузка чтобы ничего не пожечь он как бы сильно гасит резонанс но амплитуду поэтому посмотрю на нем что получится потом уже поставлю то что не магнитно то что как бы после точки кюри когда вот греется все меры перед осторожности сделал все можно запускаться подставил керамическую тоже на всякий случай плиточку все запускаюсь напряжение 232 71 ватт и 0 6 ампер это на максимально высоких пошел поднимать ну там до амплитуда растет на осциллографе 6 ампер 7 8 9 ну ребята смотрите даже железку греет 9 ампер на эту на этой это 1 на 3 киловатта нормально как раз он разогреет до точки кюри и переход будет небольшой и потом уже после точки кюри будет нормально греть сейчас будет постепенно падать ток принципе 1 и 2 киловатта ну как точку кюри перейдет а начнет расти обратно поэтому тут все нормально а амплитуда сейчас я гляну значит клетка 100 вольт ну получается сейчас амплитуда резонанса где-то 105 может быть вольт вот так вот примерно вот когда железный там стоит но греет нормально постепенно видите падает но я изначально и планировал делать для графитового тигля поэтому это нормально вот он сейчас запустился у меня на 9 амперов потому что можно было тут напряжение когда два витка допустим если сделать то сразу там можно ампер 16 подать и железный тигель до точки кюри быстро греется а потом надо перетыкать напряжение на пониженное а тут получится что он сейчас подольше будет греться но зато не надо будет его перетыкать в принципе нормально работает потому что я еще не решил как вот можно как-то отрегулировать напряжение не не меняв но не переключал разъем не переключая разъем вот ну пока все нормально так сейчас выключу гляну транзисторы у транзисторы холодная вообще как бы и один холодный и 2 не лезьте туда руками когда включен инвертор потому что вот на вот два радиатора да вот если один ничего дотронуться рукой а если два то там 300 вольт это опасно так что не лезьте туда когда вот включен аппарат и работает это вот обязательно вообще не лезьте туда руками лучше все включают видите включаю сразу на на мощности и все нормально работаю это еще попробую подкрутить чуть-чуть посмотрю что тут стоком у нас выплывает туда 7 и 2 ампера нет нормально все это вот уже получается суда идет уменьшение если сторону высокой частоты ну да нет удачно получилось вроде все но тут еще контакт плохой поэтому тут это тоже на это дело по и погрешно сейчас ток будет падать где-то ампер до 6 он упадет а потом начнет расти и уже будет нормальный но это железо а лужский тигель уже я так предполагаю что он сразу начнет его греть нормально на нормальных токах так что с одним трансформатором видите получается но возможно еще может быть виток отмотать один виток от первички но это я подумаю стоит не стоит когда попробую на лужском тигле он сейчас подоздущий чуть разогреется точка кюре перейдет посмотрю какие токи будут там и тогда уже буду решать ну вот так сейчас киловатт вот пошел видите точку кюре начал переходить стали амперы подниматься видите сейчас посмотрим до скольки дойдет в принципе для плавки особо там скорость вот мне не важно поставил тигель разогрелся все равно это получается быстрее чем в муфельке 9 ампер полтора киловатта сейчас посмотрим на какую точку кюре перейдет там уже красный так ничего крутить не буду амплитуда выросла до 150 вольт 10 ампер а ну все пошли токи падают ну отлично я бы сказал отлично я не думал что вообще железный будет греть когда вот стал собирать это дело так что в принципе точку кюре перешло и без особых вообще ничего такого не случилось вот видите опять упала мощность вот но я частоту не подстраивал просто мне вот этот момент и был важен переход до точки кюре ну а здесь сейчас посмотрим что там у меня ну вот он красный ну свет горит тут не так видно но в принципе да нормально уже такой приличный приличный тигелек там вот ну и вот там примерно 7 ампер киловатт он дальше будет греть и все все замечательно тут жарко над тигрем сейчас попробую частоту подкрутить посмотрю увеличится ток в высокую пошел потому что он по идее обычно ну да да можно и поднять после точки кюре еще можно сейчас скажу до скольки 9 10 11 12 14 ребят до 16 ампер после точки кюре можно реально поднять ток пока не буду у меня просто тут все на соплях вот вот 10 ампер но это полтора киловатта показывает это с учетом косинуса фи если вольт амперы смотреть то сейчас мощность 2 и 2 киловатта вот ну потому что там косинус фион как как бы вот а если допустим сейчас вот я вытяну 3 3 с половиной киловатта ну вот 3 киловатта вполне вытягивает и амплитуда там вырастает до 200 ну вот я как и предполагал что вот больше там 250-300 чтобы амплитуда не было и тогда все это работает вообще просто идеально вот ну вот так сейчас я переключу обратно косинус 0,7 и вот сейчас 12 ампер 2 киловатта это вот как 3 киловатта вот ребята да аж до после точки кюри 23 ампера смог поднять у меня тут при газ свет побоялся вырубится в принципе все работает сейчас выключаю и смотрим что у меня по температуре транзисторов во первых смотрим по тиглю вот вот тигель вообще отлично разогрелся железный тигель просто замечательно вот если подстраивать частоту то до 23 ампер можно поднять вот так что это я сейчас свет выключил чтобы посмотреть так ну вроде смотрим трансформатор трансформатор чуть тепленький трубки конечно градусов 60 но надо воду пускать обязательно потому что здесь контакт плохой еще а где плохой контакт там начинает сильно греться конденсаторы холодные вообще холодные в принципе конденсаторы хорошо обдуваются в такой конструкции получилось смотрим ну тоже я бы сказал холодные транзисторы холодные где-то ну может быть там 30 градусов вот так так что все замечательно я просто сам не ожидал что так это дело заработает разъемы подключил вот вывел все сюда вот сюда вот их вывел все нормально встало компактненько получается и по обмоткам будет вот так здесь полуобмотки вот здесь целая обмотка 4 витка 8 витков 60 вольт 120 вольт ну это для каких-то внешних устройств можно еще подключать я показывал там все на канале можно посмотреть пусть будет по идее можно это было вообще не делать это как бы так для каких-то будущих экспериментов у меня пойдет ну что осталось осталось сделать токовый резистор вот этот переменный заменить на постоянный резистор выворачиваю я его на максимум получается и 1 кОмным резистором заменяю тот же разъемчик туда вот он и встанет такая перемычка 1 кОм сейчас покажу как я запаяю это все и все в принципе останется корпус мне тут довести до ума здесь вот термоусадочку посадил тут шланги оденутся вот ну и все а сюда вот тоже на скреб у себя остатки фитингов не новые правда уже но нету ничего уже здесь вот они обжимные фитинги встанут и сюда уже индуктор пойдет в принципе нормально будет достаточно далеко от самого инвертора так что будет все отлично так вывернул на максимум сейчас прозвоню какие концы здесь значит средняя ножка и крайняя прозваниваются а средняя и другая синяя ну 800 Ом ну вообще он килоомный конечно да 102 маркировка у него поэтому значит можно вот здесь черный и красный я соединяю вместе и между синим и вот этими двумя вот здесь вот сейчас запаяю 1 килоомный резистор ну и вставлю туда в разъемчик где и был все тут обрежу сейчас ну вот запаял сейчас термоусадочку надену на него ну чтобы он там нигде не коротнулся ну и все и вставлю вставлю в разъемчик ну и все вот такая перемычка получилась все вставляю на место ну вроде как с электрической и электронной частью все протестировал все работает так что осталось все это свернуть в корпус и потестировать уже потом уже нормально на плавке вот соответственно это уже будет в следующем видео заодно если всплывут какие-то вот при тестировании потом какие-то моменты можно будет что-то подправить добавить улучшить но пока вот такой вариант в принципе вроде как тоже рабочий ну вот вроде все закончил тут заделал фитинги пока вот не обжал ну когда буду индуктор подгонять здесь обожму все тут с этим тоже все вот так вот получилось у меня так что в следующем видео будем тестировать поплавим алюминий ну сзади вот так трубки тут дно вот сделал тоже ну тоже такой тонкий алюминий нашел у себя тут где-то 0,5 что ли вон тоже обрезки остатки в результате вроде ничего получилось ну компактненько получилось в принципе осталось все что и вот в этих я делал под внешние блоки да точно так же у меня тут все осталось можно подключить сюда и внешний блок а так компактненько можно индуктор здесь подключить и в принципе без внешнего блока но эти вот напряжения высокочастотные здесь можно подключать будет потом придумать еще что подключить разные устройства там но я показывал у себя на канале кому интересно можете посмотреть ну что друзья все закончил решил все сложить все что касаемо вот этого ну чтобы в две части получилось не растягивать все короче все сделал в следующем видео поплавлю алюминий посмотрим как при продолжительной работе будет работать ну и посмотрим в принципе как себя поведет дальше эта печка ну вроде вот по тем прогонам что я вам показал все вроде работает нормально и достаточно стабильно поэтому в такой вариант тоже вариант ну ладно всем пока удачи не болейте ну и будьте по жизни позитивны пока пока